МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вырастили арбуз-гигант, чтобы понять, как заработать на нитратах. Такой арбуз вряд ли вы захотите есть. Мы отправили в полет банки с соленьями, чтобы узнать, какая машинка для консервации лучше. Ну вот ваш банк, а вы боялись. Целая и невредимая. Мы пришли за ягодами с дозиметром, чтобы выяснить, откуда в чернике и клюкве цезий. Возникнет повышенный риск развития онкологических заболеваний, лейкозов и врожденной патологии. Теперь мы знаем, почему арбузы девочки слаще мальчиков, как выбирать дыню по запаху и откуда во Владимирской области появляется радиоактивная клюква. Дыни, арбузы, персики, кабачки, баклажаны, грибы. Несмотря на засушливое лето 2010-го, свежие фрукты, овощи, ягоды и грибы все равно появились на прилавках. Нитраты, пестициды, азотные удобрения. Без этих помощников вырастить фрукты и овощи в такую жару невозможно. Отказаться от удобрений значит потерять урожай. Фермеры не могут себе это позволить. Их задача вырастить как можно больше арбузов, дынь, кабачков, перцев и баклажанов. Задача покупателей – найти среди всего этого разнообразия безопасные дары осени, в которых нет нитратов, пестицидов и радионуклидов. На крупных рынках фрукты и овощи проверяют, что называется, со всех сторон. Там есть своя лаборатория, которая проводит анализы овощей. А у продавцов есть документы на товар. Правда ли, что на рынках можно покупать фрукты и овощи со спокойной душой? Мы решили это проверить. Это теплица с огурцами и луком на одном из подмосковных огородов. Мы поливаем грядку нитратными удобрениями. Дозу специально превышаем в 10 раз. Химикаты впитаются в землю и на следующий день попадут в плоды. Утром срываем огурец с ветки и проверяем нитрат тестером. Смотрите, доза превышена в несколько раз. Продавать химические огурцы и лук мы отправляемся на один из крупных рынков Москвы. Перед тем, как поставить овощи на прилавок, мы попробуем получить на них документы в рыночной лаборатории. Нитраты везде? Найдут ли нитраты в овощах эксперты рыночной лаборатории? Разрешат ли нам продавать химические огурцы? И будут ли пользоваться спросом у покупателей овощи, выросшие по экспресс-технологии? Этого узнаете через несколько минут. Сезон арбузов сейчас в самом разгаре. Бахчевые развалы есть буквально на каждом углу. Каждый год, как только арбузы появляются в продаже, начинаются разговоры о нитратах. Мы все знаем, что нитраты опасны. Мы слышали о том, что они помогают арбузу побыстрее созреть. Но мало кто представляет себе, как именно нитраты действуют на арбуз. Что будет, если поливать их нитратами сколько душе угодно? Сейчас вы это увидите. Ростовская область. На этой бахче специально для нас согласились вырастить особый арбуз. Мы дали фермерам задание – поливать арбуз химикатами. Причем в любых количествах. Это главное условие эксперимента. Задача фермеров – в рекордные сроки вырастить как можно более крупную ягоду. Любыми средствами. Я бы полил его, она выросла бы. Вот такая. За 20 дней, за 15 дней она вот такая стала бы. Вот этот маленький арбузик. Наша ягода созрела за две недели. Для арбуза это почти мировой рекорд. Давайте посмотрим, каким он получился. Вот еще круглый. Подержи нож. Я сейчас скажу. Ну, тут килограмм 16, если не больше. Вот этот арбуз? Да. Разница очень большая. Вот этот арбуз поливался специально. А вот этот естественный способом рос. Вот разница в чем. Химический арбуз весит 18 килограммов. Это самая большая ягода на Бахче. Правда, есть ее нельзя. В арбузе лошадиная доза химии. Два раза в неделю ее поливали удобрениями – селитрой и мочевиной. Селитра. Это и есть нитраты. Селитра содержит нитрат аммония, который ускоряет рост и созревание. Накапливается в растениях. Смертельная доза нитрата аммония для человека составляет 8-15 граммов. В больших количествах селитра используется для создания взрывчатых веществ. Химию используют многие фермеры. И совсем не потому, что они хотят нас отравить. Это выгодно. С помощью нитратов и пестицидов можно собрать не один, а три урожая арбузов за сезон. Селитра, митромоход, мочевина. Ну, будто что-то наливалась ягода. Они не опасны? Нет, они не опасны. Селитра только для улучшения, чтобы вкус-то развивался. И все, селитру сыпят. Фермеры уверены, арбузы, политые селитрой, совершенно безопасны. Но наше предложение попробовать ягоды почему-то воспринимают без особого восторга. Покушаете арбуз? Арбуз? Да. А он спелый? Давайте. Сгорел. Да не кушай его, зачем он? Сгорел его. Да не кушайте, говорим. Вон. Найдите, что получше. Видите? Нормальный красный арбуз, вот такой на рынке. Пойдем. Еще не умер. А что так мало-то? Хватит. Я их объелся уже. Многие думают, что нитраты вкалывают прямо в ягоду. При покупке даже ищут на шкурке арбуза дырки от проколов. И не находят. Потому что химический укол делают не в сам арбуз, а в ножку. Вот сюда, вот сюда. Вот арбуз растет. Вроде вот сюда колет что-то. Бахчевая ферма в Ростовской области. Мы приехали сюда с сотрудниками Россельхознадзора. Инспекторы взяли на этом поле пробы земли и отобрали несколько арбузов. Образцы отправили на анализ в лабораторию. Непосредственно на данном участке при проведении мониторинга отбора проб был выявлен факт превышения нитратов почти в три раза. Принято решение о уничтожении данной продукции. Площадь составляет 2 гектара для того, чтобы данная продукция не попала в реализацию и не нанесла вред гражданам и другим окружающим. Сейчас на ваших глазах будет уничтожено 150 тонн нитратных арбузов. Их раздавят гусеницами трактора. Эти ягоды уже никогда не попадут на прилавок рынка или магазина. Пошел! Стой! 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 Чтобы выбрать правильный арбуз, совсем не обязательно иметь нитрат-тестер. Нужно посмотреть на прожилки полосатой ягоды. Разрежьте арбуз. У нитратного арбуза прожилки будут желтого цвета, а не розового. Кусок арбузной мякоти опустите в стакан с прохладной кипяченой водой. Если арбуз начнет бледнеть, а вода порозовеет, значит в арбузе есть нитраты. Еще одна хитрость, которая помогает ягоде расти быстрее. Надо заставить арбуз заболеть. Если сорвал, его ничем не заставить заболеть. Ничем. Берут вот эти хвостики, каждый арбуз вот так скручивает. Она начинает болеть. Идет на созревание. Краснется. Возьмите помидору. Курица клюнула зеленую помидору. Она быстро краснеет, но там вкуса нет уже. Она болеет. С арбузом точно так же? Точно так же. Больной арбуз быстро созреет, но будет пресным и ватным. Перед покупкой внимательно посмотрите и пощупайте арбуз. Если он вялый, как будто ватный, значит его заставили созревать искусственно. Дайте вот этот, самый сладкий, просит покупателя бахчевого развала. Самые вкусные, темные, уверенно одни. Слаще светлые, говорят другие. Арбузы девочки лучше арбузов мальчиков, спорят третьи. Мы решили проверить народные советы и найти с их помощью самый сладкий арбуз. Нет, нет, нет. Это, что у нас есть, а у нас есть. Ладно. Эти высокие парни – сборная России по уличному баскетболу. Правильный баскетбольный мяч могут определить на ощупь. Арбузы выбирают так же. Баскетболисты выберут четыре самых сладких арбуза по четырем самым распространенным советам. С судьями будут прохожие. Они попробуют арбуза и выберут самую сладкую ягоду. А мы посмотрим, какой из народных советов работает. Первый способ. Сладкий арбуз должен иметь на боку вот такое белое пятно. Якобы оно есть только у тех ягод, которые нежились на бакче, достаточно, чтобы созреть. Выбираем арбуз с самым большим пятном на боку. Если на арбузе есть высоковой налет, то он считается не очень вкусным. Способ номер два. Если на арбузе есть шрам, значит он будет сладким. Находим раненую ягоду на развале. Вот. Отличный большой арбуз. Способ номер три. Чтобы выбрать сахарную ягоду, арбуз надо послушать. Пробуем этот. Слишком мягкий. Такой арбуз вряд ли вы захотите есть. Попробуем постучать. Вы слышали звук? Я тоже нет. Возьмем этот. По-моему, хорошо. Возьмем этот. Четвертый способ. Чтобы найти сладкий, надо определить пол арбуза. Девочки вкуснее мальчиков. Как я знаю, самые вкусные арбузы – это девочки. Проблема в том, что девочки у нас меньше баскетбольного мячика, значит, будем искать маленькую девочку. Но с большой попкой. Потому что вкусные арбузы именно такие. Отличить девочку от мальчика несложно. Вот такая попка – у арбуза мальчика, а вот такая – у девочки. Четыре самых сладких ягоды отправляются на суд толпы. Сейчас судьи попробуют арбузы и выставят им оценки. Ну что, вот можно уже приглашать, пробовать. Режем, вот так. Эй, подходи, выбирай. Самый вкусный, да. Это? Да. Пробуем. Пробуем. Ну как, арбуза? Очень? Не обманул. Да у них. Они все с вами, да. Смаш очень вкусный. Да. Арбуз со шрамами на боках не понравился никому из судейской комиссии. Общая оценка – три с минусом. Не. Ну ладно, не очень. Арбуз с белым боком и арбуз девочка получают по четверке. Кому-то они показались сладкими, кому-то не очень. Победитель соревнований – арбуз, который выбирали по звуку. Он понравился всем членам судейской комиссии. Из всех народных примет работает только одна. Постучите по арбузу. Если звук будет звонким – вот таким. Значит, арбуз сладкий. Сожмите арбуз в руках. Если он громко захрустит – значит, арбуз спелый. За сезон овощи и фрукты несколько раз поливают яды химикатами. Первый раз удобряют землю, чтобы взошли всходы. Потом подсыпают стимуляторы роста, чтобы растения дали зависть. Затем обрабатывают пестицидами, чтобы спасти урожай от насекомых и болезней. Пестициды. В переводе с латинского – убивающие заразу. Химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. В больших количествах обладают токсическим действием. Попадая в организм человека, поражают почки, печень и нервную систему. Лето 2010-го было жарким и засушливым. Из-за этого на полях появилось рекордное количество дынных мух и других вредителей. Нет урожая, нет заработка. Поэтому фермеры обрабатывали растения пестицидами в несколько раз чаще, чем обычно. Вот от этой дынной мухи только обрабатывается дыня здесь. И то это лекарство действует 15 дней. Вот. Это результат, что здесь была муха. Виноград, яблоки, сливы и дыни. Эти фрукты находятся в группе риска. Их больше всего любят вредители, а значит, именно они могут быть обработаны пестицидами. Есть в винограде яблоки или дыни пестициды или нет? Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо сдать фрукты в лабораторию. Но есть домашний способ отличить фрукт, отравленный пестицидами. По запаху. Прежде чем купить фрукт, понюхайте его. Он должен иметь ярко выраженный запах. Яблоко должно пахнуть яблоком, виноград виноградом, а дыня дыней. Фрукты с пестицидами пахнут слабо или вообще ничем не пахнут. Где меньше вероятности наткнуться на химическую дыню? Магазин, рынок или бахчевой развал? Покупаем в этих торговых точках три дыни и относим их на анализ в лабораторию. Ставим образцы встряхивать на встряхиватель. Встряхиваем час. Дыня из магазина оказалась безопасной. Пестицидов в ней нет. В плодах, купленных на рынке и бахчевом развале, эксперты нашли вредные вещества. В трех образцах обнаружено содержание, остаточное количество пестицида, триадемифон. Из этих трех образцов дынь в двух образцах выявлено превышение данного пестицида. На рынках и уличных лотках анализов на пестицида не делают. Продавцу достаточно иметь документы на товар. Не важно, что на дворе сентябрь, а датированы они первым июля. С результатами испытаний мы отправились на тот бахчевой развал, где куплены опасные дыни. На дыню есть какие-то документы? На начальство, наверное, есть. Да, а можно взглянуть? Ну, сейчас их нет. А когда же они будут? Когда начальник выйдет из больницы. Вчера в больницу. Директор развала неожиданно попал в больницу. По какой-то неведомой причине он лежит там вместе с документами на дыне. Видимо, без них врачи не стали бы его лечить. Мы каждый день, мы каждый день кушаем. Не умерли, ничего. Ну, посмотрите, а я отравился очень сильно. Перед покупкой дыни попросите у продавца гигиеническое заключение. Там должны быть результаты анализов на содержание пестицидов. Наши съемки вместе с результатами экспертизы мы передали в Роспотребнадзор. Они обязаны изъять опасные дыни и оштрафовать продавцов. Помните, больше всего пестицидов накапливается в кожуре плодов. Поэтому перед едой хорошо помойте дыню. Не ешьте дыню до корки. На кожуре должно остаться как минимум 2 сантиметра мякоти. Наш корреспондент отправился торговать нитратными овощами на один из рынков Москвы. Огурцы и лук проверили и разрешили выставить на прилавок. Повышенное содержание нитратов и пестицидов никого не смутило. Выбираем оживленное место возле ворот. Ящики с овощами ставим прямо на землю. Ценники специально пишем шариковой ручкой на клачке бумаги. Может быть, такой прилавок насторожит покупателей? Несмотря на проливной дождь, торговля идет оживленно. Ни ящики на земле, ни ценники, написанные от руки, никого не смущают. Покупатели не спрашивают у нас никаких документов. Естественно, мы забираем лук и огурцы у покупателей и возвращаем им деньги. А что, нам не покупать, а не тайбары? Да ладно. Умереть и не жить? Овощи и фрукты с нитратами вполне могут попасть на прилавок. Даже несмотря на то, что на всех крупных рынках есть своя лаборатория. Поэтому при покупке надо, как говорится, держать ухо востро. Галина Химич. Старший научный сотрудник Института селекции плодовых культур. Изобрела и вывела плоские патиссоны. Знает, сколько семечек должно быть у правильного баклажана. Может, по цвету морковного хвоста определить, сколько в нем нитратов. Если есть семена, это уже несколько перезревшие плоды. В консервировании они, конечно, нежелательны. Вместе с Галиной Александровной мы отправляемся на один из крупных рынков Москвы. Она расскажет, как найти на прилавке безопасные овощи. Более темный цвет. Более темный цвет. Да, говорит о том, что там чуть-чуть завышено содержание азота. Азот. На его основе сделаны азотные удобрения. Они повышают урожайность фруктов и овощей. В плодах азот превращается в нитраты. Первый прилавок. Здесь продают зелень. Укроп, петрушка, кинза и салат. Они накапливают нитраты лучше всего. Отличить безопасную траву можно по цвету. Черно-зеленая, да? Черно-зеленая. А это обычно зеленая. Так сказать, да? Вот этот вот более темный. Может быть, вот этот меня посмутил бы, да? Красивая не значит полезная. Чем темнее и ярче букет петрушки или укропа, тем больше в нем нитратов. Выберите на прилавке самый светлый букет зелени. Помните, темную траву в избытке поливали азотными удобрениями. А значит, в ней много нитратов. Прилавок с овощами. Морковь, свекла, картофель. Галина Химич сразу находит здесь опасные плоды. Например, вот эта ярко-красная морковь выросла на азотных удобрениях. А если на теле у нее есть трещинки, значит, нитратов в ней больше, чем положено. Это может быть, да? Вот такие повреждения там. То есть она как бы от избытка азота, она может трескаться. Морковки с двумя, тремя или даже четырьмя хвостами. Их растили по ускоренной технологии. Грядки щедро поливали химическими удобрениями. Если морковь на прилавке ярко-красного цвета, с вот такими трещинами и разветвлениями на конце, значит, в ней больше нитратов, чем положено. А вот картофель с нитратами на глаз отличить нельзя. Его нужно разрезать. При соприкосновении с кислородом, да, воздуха, срезы всегда темнеют. Но все-таки, если избыточное содержание азота в клубниках, да, был какой-то излишней подкормки, питания, то они темнеют быстрее. Разрежьте картофелину. Если плод на срезе потемнеет через две минуты, в нем много нитратов. Если через пять минут срез будет белым, значит, картофель безопасен. Репчатый лук. Он очень быстро впитывает удобрения. Мы купили 20 головок лука на разных рынках Москвы и проверили с помощью нитрат-тестера. Смотрите, везде есть значительное превышение нитратов. Помните, нитраты растворяются в воде. Перед готовкой положите очищенную луковицу на 20 минут в холодную воду. Тогда концентрация нитратов снизится. Овощи и фрукты с нитратами не гниют, думают многие, и с удовольствием покупают чуть подгнившие плоды. Мы решили узнать, можно ли по этому признаку отличить химические овощи и фрукты. Покупаем помидоры, огурцы и лук. Сначала овощи проходят проверку нитрат-тестером. В эту миску попадают те, в которых содержание нитратов в норме. А сюда мы кладем помидор, лук и огурец с нитратами. Миски с овощами на два дня оставляем на столе. Смотрите, миска номер один. Сюда мы положили овощи, напичканные химией. Смотрите, огурец подгнил, на луке появилось пятно, помидор размяк. Миска номер два. Здесь лежат овощи без нитратов. Они остались целыми и невредимыми. Наш эксперимент показал, быстрее гниют как раз те овощи и фрукты, в которых много нитратов. Яблоки. На этой витрине они блестящие и ровные, как на подбор. Одно к одному. Эксперта такая красота настораживает. Ну, не обязательно выбирать там битые, мятые и с червоточными. То есть это как бы можно выбрать. Но я бы выбрала для себя все-таки вот немножечко не совсем ровные и не совсем внешне красивые. Помните, червяки едят только яблоки, не обработанные нитратами и пестицидами. Если на кожуре есть червоточины, значит яблоко выращено без химии. Давайте посмотрим, что произойдет, если разрезать или надкусить яблоко. Видите, через несколько минут срез темнеет. Это значит, в яблоке есть полифенольные соединения. Под воздействием кислорода они начинают окисляться. Полифенольные соединения или антиоксиданты. Этим словом называют полезные вещества, присутствующие в яблоке. Снижают риск возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это яблоко из города Липецк. Его мы купили на рынке. А это чилийское, куплено в супермаркете. Мы надкусили их и поставили на стол. Смотрите, вот так они выглядят через 15 минут. Липецкое яблоко потемнело. У чилийского фрукта срез светлый. Оставляем его на столе еще на сутки. Никаких изменений. Яблоко как было светлым, так и осталось. А это значит, что в нем нет ничего полезного. Перед покупкой попросите продавца разрезать яблоко. Если через минуту срез потемнеет, значит в яблоке много полезных веществ. Не все овощи одинаково полезны. Больше всего витаминов и антиоксидантов в свежих плодах. В тех, которые еще недавно сорвали с грядки. Молодые баклажаны вот такие. Темно-фиолетовые, без желтых прожилок на боках. Если сильно надавить на шкурку, она быстро восстановит форму. Перед покупкой надавите на шкуру у основания баклажана. Если от пальца останется вмятина, значит плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму. У свежего и вкусного кабачка нежная кожа. Поэтому перед покупкой его надо поцарапать. Мы купили пять кабачков на разных рынках Москвы. С виду они одинаковые. Сейчас мы выберем среди них самый молодой. В этом нам поможет кот по имени Жирный. Он царапает лапой каждый плог. Смотрите, вот на этом кабачке следа от когтей почти нет. А на этом остались глубокие раны. Легонько поцарапайте кабачок ногтем. Если на кожуре остался вот такой глубокий след, значит кабачок свежий. У старого кабачка кожура плотная. На ней не останется никаких следов. Мы купили на рынке свежие кабачки, баклажаны, морковь и огурцы. Теперь можно делать запасы на зиму. Маринованные огурчики, перец, баклажаны, икра и компоты. Почти каждая хозяйка осенью делает запасы на зиму. Чтобы домашние консервы дожили до весны и не испортились, важно выбрать правильную закрутку. Мы выясним, какой машинкой удобнее закатывать банки. И какая из них закрывает их герметично. Так, чтобы компот или соленье простояли всю зиму. Для этого мы проведем соревнования. Юля. Домохозяйка со стажем. Каждую осень делает заготовки. За полчаса может закрутить банки на всю зиму. Что за лето вырастили, то на зиму и запасем. Алексей. Профессиональный повар и специалист по консервированию. Промаринованные огурцы и помидоры знает столько, что даже написал о них книгу. Сморозиновые листы нужны для того, чтобы придать аромат маринованным огурцам. Сначала мы выясним, какая машинка удобнее. А заодно требуется ли для консервации грубая мужская сила. Для этого каждый из участников сделает по три банки консервов и закроет их разными закаточными машинками. Я буду делать разные сортия овощей с разными добавками. Зонтик от укропа. Он дает безумный аромат. Юля. Это мне. Хорошо, это вам. Спасибо. Я возьму другой. Потом мы проверим, какая банка герметичнее. Консервы отправятся в полет. На учебном самолете их поднимут на высоту 4000 метров. Здесь разряженный воздух и низкое давление. Это то же самое, что положить банки на всю зиму в погреб. Какие консервы выдержат испытания высотой, а какие придется эвакуировать с парашютом. На старте три закаточные машинки. Мещера-1 с винтиком наверху и ручкой. Машинка-машенька с двумя ручками сверху. Пластмассовая закрутка без винта. Соревнования начинаются. Испытание первое. Какая закрутка удобнее. Сначала консерваторы испытывают машинку Мещера-1. Юля пытается закрыть компот. Первая попытка. Вторая. Третья. Закрыть банк удается только с четвертой попытки. Вроде все. Посмотрим, что получится у Алексея. Так, попытка номер 4. У нас есть еще крышки. Если сейчас эта крышка не закроется, то придется брать другую закрывашку. Теперь проверка. Хоть эта-то крышка должна закрыться? Побежала-побежала вода. Все, видимо, с этой открывашкой у меня не сложилась. Переворочивай обратно банку. Давай меняться. А вот эту? Нет-нет-нет. Еще разок. Должна же она закрыться. Все. Не течет. Готово. Я же говорю, усердие, усердие. Видимо, эта конструкция подходит только для женщин. Теперь консерваторы закрывают банки закруткой Машенька. Здесь нужен точный расчет. Чуть-чуть собьешься в сторону, и крышка ломается. Юля закрывает банку с 15-й крышки. Такие же результаты у Алексея. Итог. Пять закрытых банок и куча поломанных крышек. И это еще не предел. Резинка сползла. Неудобная штука какая-то. Мне не нравится. У меня с ней общение получилось гораздо более. Может, вы с ней еще разок пообщаетесь? Попробуем. Так. Ставим и смотрим. Нет, но это... Это неправильно закрытая крышка? Да. Она не дает возможности протечь, но в то же самое время закрыта негерметично. Это ненадолго. Пластмассовая закрутка без винта. Она понравилась обоим участникам соревнования. Банки закрываются быстро и легко. Правда, не факт, что герметично. Да. Мне кажется, да. Да? Ну-ка. Мне кажется, нет. Вот эта штучка я так и не поняла. В принципе, наверное, удобная, но я даже не поняла, как произошел вообще процесс закрывания. Если честно, не уверена, что он точно закрыт. Точно банка закрыта, точнее. Вот. Ну, мне кажется, что она есть, что ее нету, я бы, в принципе, и рукой закрыла то же самое. Больше всего экспертам понравилась закаточная машинка-мещера. Закрывать банки ей удобнее всего. Она мне больше всего понравилась. Усилий пришлось, конечно, много приложить, но тем не менее у нас хорошо герметично закупоренная баночка. Второй этап испытаний. Проверяем, какая машинка закрывает банки герметичнее. Консерва, закрученная Машенькой и Мещерой-1, отправляются в полет. Коломенский аэродром. Грузим банки в самолет. Взлетаем. Высота 4000 метров. Давление за бортом 462 миллиметра. Почти в два раза ниже нормы. Полчаса такого полета для банки все равно, что три месяца на балконе. Через 15 минут в воздухе вздулась крышка на банке с огурцами и помидорами. Ее закрывали машинкой Машенька. Эти консервы вряд ли долежали бы до весны. Вторая банка стойко выдержала испытаний высотой. Консерва, закрытый Мещерой-1, можно, как говорится, хранить вечно. Ну как? Ну вот ваш банк, а вы боялись. Целая и невредимая. Только помидорочки немножко полопались, но это, вероятно, от соли. Может быть, даже вкуснее стали. Ну что, спасибо вам за большой, за столь приятный опыт. Эту банку мы дарим вам, летной команде. Я думаю, вы будете... Будем есть и вспоминать. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания. Герметичнее всего банки закрывают машинки вот такой конструкции. С одной ручкой и вот таким винтом наверху. Наверняка вы хоть раз покупали на рынке стакан свежей черники. Или брали клюкву у бабушки в переходе. Вряд ли вам приходило в голову, что эти ягоды могут быть опасны. На самом деле, очень даже могут. Только в Москве за сезон изымают около двух тонн радиоактивных ягод. Но это только те, которые удается поймать. Часть опасной черники все равно попадает на прилавки. Покупаем три стакана черники. В подземном переходе метро Алексеевская. На площади возле станции Тимирязевская. Откуда? В Буром, на Германовской области. И на обочине Дмитровского шоссе. Продавцы уверяют, что все ягоды собраны в экологически чистой зоне. Все три образца отправляются на экспертизу в лабораторию. Во всех ягодах специалисты находят радиоактивный элемент цезий-137. Цезий-137. Химический элемент. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах и сбросах заводов. В организм человека проникает через органы дыхания и пищеварения. А здесь показания такие. 284,8 плюс-минус 43,02 бекерели на килограмм. Здесь завышен. То есть эта черника не должна поступать в продажу. И подлежит захоронению. Съешь такую ягодку и буквально засияешь. Это не совсем шутка. Вред от радиоактивных продуктов гораздо больше, чем от внешнего излучения. Ведь источник радиации действует на все органы изнутри. Лучевой болезни у вас не возникнет. Возникнет повышенный риск развития онкологических заболеваний, лейкозов и врожденной патологии. Я имею в виду наследственных урозов. Вот какой может быть эффект. Явно вы ей не отравитесь. У вас не возникнет через 5 минут тошноты, рвоты или какого-то результата. Но даже если вы имеете в будущем повышенную вероятность развития рака, кому это надо? С результатами экспертизы мы отправились к продавцам черники. Как только они увидели камеру, сразу же отреклись от своего товара. Опасная ягода тут же стала ничейной. Мы забираем чернику. Мне она не нужна, она не нужна, прости мою игрушку. Мои огурцы. Девушка, мы видим, что это за справка такая. Мы еще на парню большую вот эта. Да посмотрите, что это за справка, где? Оттуда продается. Пойдемте в лабораторию. Ну вот идите. А ты докажи, что это моя черника. Где ваша черника? Где ваша? Вот она моя. Где ваша? Вот она. Мы написали заявление в милицию. Милиционеры изымут радиоактивную чернику и оштрафуют продавцов. Эти ягоды никогда не попадут к покупателям. Продавцы понятия не имеют, где собирали ягоды. Рядом с атомным реактором или, к примеру, во Владимирской области. Цепочка такая длинная, что концов не найти. Ягоды, собранные в лесу, сдают в пункт приема. Там их фасуют по коробкам и продают оптовикам. Они везут клюку, чернику и бруснику в город и перепродают рыночным торговцам. Но на самом деле, неважно, откуда ягоды родом, черника из Подмосковья или клюква из Твери тоже может оказаться радиоактивной. Черника является сильно всасывающей радиацию ягодой. Даже если количество радионуклидов в почве невелико, то коэффициент всасывания некоторыми ягодами и грибами очень большой. Клюква и черника. Эти ягоды находятся в зоне риска. Они могут накопить радионуклиды даже в экологически чистой зоне. Брусника, малина и голубика, наоборот, плохо впитывают радиацию. Безопасную малину можно найти даже рядом с Чернобылем. Как бы банально это ни звучало, но лучше не покупать ягоды с рук. Как говорится, себе дороже. На крупных рынках чернику и клюкву проверяют. Перед тем, как поставить ягоду на прилавок, каждый продавец обязан отнести ее в ветеринарную лабораторию и проверить на радиацию. По мере завоза каждый владелец, который привез ягоду, он обязательно предоставляет ее для радиологического контроля. Обязательно. После того, как мы провели исследование, мы выдаем заключение о праве на реализацию этой продукции. Заключение в том, что вся ягода прошла проверку на нитраты и на радиацию. И какое количество я завез ягоды сюда. Здесь все в количествах. И какая проверка прошла она. И какого числа эта ягодка прошла проверку. На следующий день, вот завтра, это все должно проходиться все заново. Все процедуры ежедневные только. Вот на один день и все. Больше она не проходит. Все. Покупая на рынке чернику, просите у продавцов заключение на товар. Оно выглядит вот так. Заключение должно быть сделано утром, в день продажи. Только тогда вы можете быть уверены, что ягода не заражена радиацией. Мало кто знает, что в лабораторию на рынке может обратиться не только продавец, но и покупатель. Отнесите ягоды в лабораторию на рынке. Прямо при вас эксперты сделают тест и проверят, есть ли в ягодах радиация. Помните, проверка на радиацию должна проводиться бесплатно. Грибы, как и черника, с удовольствием впитывают в себя вредные вещества. Особенно, если погода засушливая и им не хватает влаки. Никогда не собирать грибы возле трасс. Потому что раз они накапливают все подряд, и тяжелые металлы в том числе, то свинца в них море, и всего, что падает возле трассы на почву, там много. Грибники, как саперы, ошибаются один раз. Ведь отличить съедобный гриб от ядовитого бывает сложно. Регине и Михаилу было всего по 23. Они не так давно поженились, собирались завести ребенка. Ребята попали в больницу через несколько часов после того, как съели грибной суп. Врачи два дня боролись за их жизнь, но ничего не смогли сделать. Михаил и Регина умерли от отравления бледной поганкой. Бледная поганка – один из самых ядовитых грибов на планете. Бывает белого, зеленого и желтого цвета. Содержит ядовитые вещества. Амонитин, фалоин, фалоидин. При сушке, варке и заморозке яд не исчезает. Острое отравление ядом в грибах. То есть они собирают, вроде он как сыроежки, а там попалась среди одна, возможно, бледная поганка. Потому что они очень, когда маленькие грибочки, они очень похожи. Бледная поганка. До сих пор никто в мире не придумал от нее противоядия. Яд полностью разрушает почки и печень. Выживает только 30% отравившихся. Но и они остаются инвалидами на всю жизнь. Но она некрасивая, но противная. Но если вдруг по пьяни, по неопытности или просто из любопытства человек ее берет, она ломается в этом лукошке или тем более в каком-то полиэтиленовом пакете. И хотя бы фрагменты этого гриба попадают в жарешку или в варево, то этого достаточно, чтобы все, кто это ел, умерли. Причем не сразу. Есть несколько народных способов определить, попал ядовитый гриб в кастрюлю с супом или нет. Можно бросить, когда варишь лук, и если он посинеет, то значит там есть несъедобное. Лучше все выбросить. Бросают луковицу. Если луковица темнеет обычно, то там значит или яд, или что-то оно присутствует. Мы решили проверить эти способы. Собираем в лесу ядовитые грибы. Мецена фиолетово-бурая, по-моему, считается, что ядовита. Берем две кастрюли. Кастрюля номер один. Здесь будет вариться ядовитое зелье. Насыпаем полкило белых грибов и добавляем поганки. Кастрюля номер два. Здесь варятся обычные белые грибы. В обе кастрюли мы кладем серебряные ложки и кидаем луковицы. Если верить народным приметам, то луковица, которая варится с поганками, должна посинеть, а ложка – почернить. Прошло 40 минут. Достаем из обеих кастрюль ложки и луковицы. Смотрите, обе луковицы абсолютно белоснежные. Ложки – одинакового серебристого цвета. Получается, что народные способы не работают. Я думаю, что это никак не обоснованно. Что это как черная кошка, которая переходит себе дорогу. Вряд ли это как-нибудь обоснованно. Хотя, может быть, какие-то ядовитые грибы – вряд ли. Нет, я думаю, что это чушь полная абсолютно собачья. Тем более, что яды у грибов разные. Если вы не разбираетесь в грибах, то не покупайте и не собирайте в лесу никакие пластинчатые грибы. Даже шампиньоны и сыроежки. Их легко спутать с поганками. Как говорится, береженого бог бережет. Осень – это пора грибов, ягод, фруктов и овощей. Но не все дары осени одинаково полезны. Поэтому помните – самый сладкий арбуз выбирают по звуку. Постучите по арбузу. Если звук будет звонким – вот таким. Значит, арбуз сладкий. Безопасную зелень отличают по цвету. Если листья светлые, значит, петрушка, кинза и салат безопасны. Хорошую морковь выбирают по форме. У нее нет трещин и разветвлений на конце. Картофель без нитратов – по содержанию. Если клубень на срезе останется светлым через 5 минут, значит, он безопасен. Вкусные кабачки отличают по кожуре. Если на ней от ногтя остается глубокий след, значит, овощ свежий. Если пользоваться этими советами, то можно не бояться осень дары приносящую. Субтитры подогнал «Симон»